Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Греша. Аминь. Игнатий Тихонович, вот мне по роду работы, а я юрист, приходится общаться с работниками правоохранительных органов. Это полиция, прокуратура, судьи. И вот я обратил внимание, что из этой категории работников практически, ну мало кто посещает церковь, храм, в воскресные дни и в другие дни тоже. Я вот спрашиваю у одного работника, ну почему вы не ходите в наш храм? И она отвечает, ну понимаешь, ты знаешь, что храм души это человек, тело это храм души. Поэтому я в этом храме души и пребываю, и молюсь. А в храм я не хожу, потому что у меня времени нету. И кроме того, этот храм не типовой, это бывший магазин, в котором когда-то стеклопосуду принимали. Поэтому я туда не хожу. Ну надо сказать, что не ходят и в другие храмы, и типовые, и в монастырь. Вот чем объяснить людям, у людей такое состояние души? Вот как бы убежден в том, что в храм ходить не обязательно. Вот на примере нашего спасителя Иисуса Христа, который каждую субботу бывал в синагоге и проповедовал. Ведь это же пример для подражания. А взять апостолы, они ведь тоже приходили в синагоге, и начальник синагоги по окончании богослужения говорил, у кого есть слово наставление, пожалуйста, скажите. И этим всегда пользовались ученики Христова. Апостол Павел в частности. Вот чтобы трижды повторять какое-то слово, в Библии очень и очень редко. Именно по отношению к храму. Пророк Иеремия, вы фильм смотрели? Да, был. Он об этом говорит. Вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Господень говорит, камень на камень оставлю. Вот именно храм Господень, они обостили людей Ирод, преобразовал храм, сколько строили, они там души не чаяли в нем. И все было разрушено. Вы ложный посыл дали людям, поэтому ответы и магазины, и все, что они припоминают. Вы бы и спросили, скажите, а верите во Христа Иисуса, что Он умер за наши грехи? Вот как надо было спросить. Верите ли, что будет страшный суд? Что есть на перстнике разврата, есть Божий суд? Вот об этом. О храме никогда не надо нигде говорить. Храм, храм. У апостолов не было храма. Ходили ежедневно, собирались по домам. Ни одного храма не было. Храм один был, храм один на всю вселенную был разрушен. И его нету год, два, три, сто, два, двести лет. Его нету. И сейчас его нету две тысячи лет. Но люди-то спасаются. А вы сразу, почему не ходите в храм? Она может просто ответить, ну и что я, что я не хожу. И она дальше уже по своему уму говорит. Я много судился. Очень много. Так что однажды я сижу там, жду очередности к документам. Проходит заместитель краевого судей. Остановился и говорит, знаете, Лапкин, вы знаете больше нашего уже в судейских делах. Почему? Я законы эти, которые они применяют, а у меня хорошая защита. Лучшие юристы Алтайского края, элита, участвовали. И 11 лет я вёл процесс, не вёл, а суд шёл 11 лет. Только по возврату того, что мне изъяли. 11 лет занимался Верховный суд СССР. Дальше. Презириум Верховного суда СССР. Это очень большие инстанции. В конце концов, отменяли, возобновляли снова и так далее. И я пришёл к выводу, что судьями нужно ставить только верующих, которые верят, что будет страшный суд за всё. Будь это баптист, католик, мусульманин, буддист, разницы никакой не будет. Потому что он защищать будет не христианство, а страшиться Бога, чтобы по правде вывести дело. Никогда взятки он не возьмёт. Никогда он не будет гнуть в какую-то сторону. Он будет делать это, потому что за это он будет отвечать на суде Божьей. Вот к этому я пришёл к решению. И везде об этом говорить. Неверующих судей не должно быть. Однажды я читал, там задержка была какая-то, задержали человека, и спрашивают, а какой веры? Я католик, а ты? Я англиканец, а ты? А я неверующий. Неверующий? Судья ещё раз спросил. Вы не верите, что Бога? Нет, да. И не верите, что суд Божий будет? Не верю. И что за всякое ложное слово Бог будет спрашивать. Вы в это не верите? Да, конечно, нет. Умер. Ну, лопух на могиле, и всё. Он тогда обращается. Скажите, вы в свидетели брали? Знали, что неверующие? Знали. Знали? Да для него разницы нет, как правду или неправду сказать. Он за это не отвечает. Свидетелей у нас по закону неверующих нет. Он его выщипнул. Да я видел. Всё, вопрос закончил. Видел ты, не видел. Это вопрос второй. На суде спросили. Мы просто воспринять не можем. Для вас тормозок никаких нет. Я это прочитал где-то там ещё в 60-е годы. Я очень удивился. Аришна о советском представителе. Из посольства. Он попал при этой аварии там был. И видел, кто это сделал. Его не приняли. Он говорит, да я мог бы дать ваше показание. Извините, но мы не можем принять. Вы можете дать эти показания в обратном порядке завтра. Вы сегодня будете делать. Пострадал ваш сотрудник, да. Но вы будете говорить в его пользу. Ну, конечно. А нам это не нужно. Нам нужно правду выяснить. А уже дальше суд будет решать. Нам нужно обстановку всю эту представить, как было. Вот поэтому прокуроры, судьи здесь набились в основном неверующие. Вот задают вопрос студент юридического факультета пятого курса. Скажите, вы знаете, какая у вас будет захвата? Да, знаю. Большая, нет, небольшая. Ну, какая там. Ну, а скажите, если вы нормально, у вас все, хорошие отметки, вам могут предложить хорошую должность. Ну, и буквально сразу же, ну, могут предложить взятку. Возьмете, 95% ответили, да. Мне жить надо, у меня семья. Понимаете? То есть заранее уже в 95% отсеять их надо. А они не боятся сказания, почему. Кто спрашивает, он берет взятки. Тогда судьям назначили, чтобы не брали взятки, а огромные оклады. Там, пенсия, вот, 50 с лишним. Значит, теперь что это означает? Что взятки увеличились во столько раз. Теперь взятка идет полтора миллиона. И вот его судят, Макарова Александра, мэр города Толска. Это большой город, все. И там все. И подкуп, и шантаж, и убийство, и что угодно находят. И это не у одного, а практически в любом месте. Ну, ты знал, что он не верующий. Как может? Можешь ты доверять его словам? Никак. А совесть? О! Совесть. Я много читал литературы, жития святых, святых отцов, добротолюбие. Пришел к выводу. Совесть – это, тире, тот участок души, через который слышится голос Божий. Вот что такое совесть. А если у него запаяно все, на все пуговицы мундира засегнут, он не слышит голос Божий, он в броне. Нет, никакой совести нет. Написано, люди с сожженной совестью. Апостол Павел говорит, сожженной. Как у нас отец говорил, что ты спрашиваешь с него? Он еще в люльке с соплями съел свою, сожрал свою совесть. Вот как понимают люди. Поэтому ваше недоумение основано неправильном вопросе. А почему не верят? Знаете, делающий правду идет к свету, дабы явно были дела его. Делающий зло и не идет к свету, дабы не обнаружились дела его, ибо они злы. Причина в этом. Потому что тяга к свету прямо пропорциональна нравственности. Это Викторий Гугов говорит. Я могу ссылаться, кто это говорит. Отверженно или не зарабля. Оттуда взято. Так что вот и ответ здесь. Ну вот такое дело. Поскольку Христос, пребывая в храме, всегда учил народ. Ну значит, в этом есть смысл приходить в храм, чтобы услышать Слово Божие. Независимо от того, есть ли намерение у священника говорить его или нет. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы же православные христиане должны быть послушливыми. Послушливыми кому? Нашим святым отцам. Каким? Тем, которые на Стиренских соборах установили правила определенные. Три раза подряд безумножительной причины не сходил на богослужение воскресное, ты уже поддержишь отключение от церкви. Поэтому я из этих позиций схожу, когда спрашиваю, почему вы не ходите. И привожу в качестве аргумента позицию наших святых соборов по данному вопросу. Что ходить надо в храм. Независимо от того, нравится вам там или не нравится. Мне тоже, что не нравится там, когда я две-третьи времени там бездействую, потому что не понимаю, о чем там служба-то идет. Потому что он идет на языке, который понимали наши предки, а не нынешнее поколение. Я имею в виду церковно-славянский язык. И тем не менее, польза, конечно же, должна быть и есть у человека, который посещает. Для неверующего, опять же говорю, вопрос неправильно поставлен. Когда он уверует в Бога, речь идет о верующем. А она не верующая, она к храму приходит, к колокольному звону или что-то. Встречается в священнике с хорошим своим товарищем, известным человеком Немирович Датченко. Там все знают. И он говорит, батюшка жалуется. Говорит, наверное, совсем в храм не ходит. А он говорит, у меня театр переполный. Так что, батюшка, репертуарчик менять надо. Иоанн Златоуз говорит, если ты ходил в храм, ничему не научился, напрасно было. Напрасно топчите дворы. А священники в храме не учат. И зачем идти в храм для человека, у которого веры нет? Зачем? Смотреть, как бабки со священними толкутся. Ну, кроме толкотней-то ничего там и нету. Человек, вот я считаю, допустим, Богачев Юрий, артист, заслуженный артист СССР, певец, дочь, олимпийская чемпионка, сын, олимпийский чемпион. Запился, и он никому не нужен, вышеркнут. Стоит, шатается, копейки считает. Самый большой враг для него теща. Он сам о себе рассказывает. Подходит двое молодых человек и спрашивает его, вы работали раньше, работал он в том театре, большой театр в Москве. А что? Это дело. А что вам нужно? Знаете, у нас сегодня собрание, если хотите, послушайте, там про вас будут говорить. Про меня? Интересно. Речь о пьянице будет. А как раз подошли два баптистских проповеднях. Они пригласили его. И он в первый же день покаялся. Когда сказали, кто хочет покаяться, выйдите вперед, и он вышел. Я, говорит, плакал. Когда я вернулся домой, первым делом я подошел к теще. Поклонился ей в землю и сказал, мама, прости, что я делал? От меня отшатнулось. Она поняла, что я спился, белая горячка началась. И она испугалась меня, думает, сейчас за нож схватится или еще что-то. Она не может поверить. Ни день, ни два она не может поверить. Он зовет, и пойдемте, сходим туда, где я был. Это не храм. Я в храме был, там ничего нету. Иконы там все, это нарисовано, алиповатые картинки. Все реалистичные. На картины-то не похожи. Поп пузатый вышел. Ничего нету. И они покаялись. Теперь он едет по всему миру. Он поет, какой голос, вы зарядите, Юрий Богачев. Вы послушайте. Я спрашиваю, почему он не православный? Поп православный его увидел, уже узнал. Молва пошла. Заслуженный артист СССР. Понимаете, что это? А у него голос, все встало на место. И кричит, эй, эй, баптист, еретик проклятый, ты куда пошел? Я ему поклонился, батюшка, благодарю, что вы меня своим поведением, своим храмом направили туда, где я нахожусь. Я вам очень благодарен. Теперь ты, баптист проклятый, а этот благодарен. Разница есть в словах? И он правильно говорит. Если его поп делал, правильно учил, он бы обратился, был православный. Но он не православный. Из Вьетнама приезжает студент. И он говорит, я был неблагодарный. Упал на велосипеде, лет пять было. Упал на велосипеде, я упал. Мама подошла, меня отряхнула, подняла. Но однажды мы шли вместе, она вела велосипед. А потом она села, поехала и упала. Я к ней не подошел. Теперь он поступил в Московский государственный университет. Там Лу-Мумба, еще что-то такое, потрясал умом вот это. И он занимается Библией на русском языке. Составляет поисковик, лучший поисковик. Теперь он работает над не каноническими книгами, работает над Вселенскими соборами. Но он не православный. Он приехал, ему разницы нет где. Почему? От него подошли студенты, баптисты. И он стал баптистом. Я ему послал подарки за то, что он это сделал. Они помогли мне так быстро издать книги мои. Я оттуда копировал и брал. Я сегодня только оттуда брал. Тимофей Ха. Его с трудом, но мне нашли. Тимофей Ха. Почему он баптист и не православный? Дальше. На весь мир известный человек, родившийся без рук и без ног. Ник Мульчич. Он серб. Православная страна, но он не православный. Почему? К такому человеку с такими большими недостатками подошли не православные. И обратили угол. Он по всему миру едет и проповедует, как не православный. И он женился в фотомодель. Как он с сыном мешает. Рук ни одной нету. Руки нету. И далее. Я могу вам перечислять очень много. Профессор Марсинковский Владимир Филимонович. Он православный. Он с батюшкой ходит. Он помогает. И видит, все не так. Батюшка говорит, ну нам зачем думать? Ну служба прошла, иди. И он ушел. Его проповеди начинались и гора кормил Галилея. Он эмигрировал. Ему позволили. Это был единственный проповедник в советское время, имевший разрешение проповедовать в университетах. И с ним ездил музыкант и играл. И вот это есть его мой путь к Хосису Ильичу, как называется? Марсинковского. Это был уже жалов. Да заведите Марсинковский. Владимир Филимонович. Это его выражение. Его допрашивали многократно. Его зовут в политбюро. Он говорит, опять вызывает в пилотбюро. Это его выражение со Христом, когда он сидел. И в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. В тюрьме там тоже много грамотных людей. Один геологически открыл факультет, другой юридически. Занимается с людьми. А он открыл о Христе. И постепенно все факультеты перешли к нему. В тюрьме. И он ходил из камеры в камеру и получил разрешение людей напутствовать на смерть. Владимир Филимонович Мартас Томский. Он не православный. Я могу перечислять вам этих людей очень много. Бывшие православные. И они туда ушли. Полосин. Священник. Близкий друг. Священник Иглеба Якуния. Переходит в мусульманство. Становится там имамом или кем. Почему? Я вопрос спрашиваю. Вопросы задаю. Ответ-то один. Потому что дом ваш пустый. Все мертвое. Мертвое. Со мной воевали. Когда я был в школах, вел занятия. Представьте, одновременно я веду занятия в 13 школах, в 5 университетах, в 4 техникумах, в 5 отделах милиции, в городской 6 и краевой 7. Во всех воинских частях в крае. И за мною по следам идут священники и публикуют материалы, выступают. Не слушайте его. Он же проповедник, же миссионер. Пошел, поп, пока тебе полгу не треснули. Меня вызывают поработать. Там работали спившиеся люди. Их забирали. И они там работали на химии. Приходят, приезжают оттуда ко мне на дом. И говорят, у нас поработайте с нашим народом. Я говорю, так я слышал, у вас работает отец Михаил Скачков. Да, приходит, грязный. Все время выпивший. Мы не хотим его. Я говорю, а я не люблю в чужой труд вмешиваться. Павел, говорит, на чужом основании строил. Так он ничего и не строил. Он так и приходил, кого покрестить, кого причастить. Но никакие были, причастились и тут же выходят, закурили. А вот мы слышали, вы ходите в тюрьму СИЗО здесь, в Барнауле. 3700 человек. Какой у вас отзыв. Вы по камерам идете. Вас знают, что вы были там. Вас слушают. Вы начитываете проповеди. Вы уходите, их пленки прокручивают. А вот последний-то раз мне говорят, что вы за раз так и принесли в камеры 56 динамиков. Я говорю, да. Я веду три радиопрограммы городские. Я сделал объявление. К утру радиостанцию завалили приемниками. Потому что там они что-то бывает портят. Я их принес. Заключенные это знают. У него какие нужды. Я иду по полномоченным по делам заключенных и прочее. Прокурору по надзору. Губернатору края. Я добиваюсь справедливости. Их закрещенные это знают. Поп пойдет туда. Нет. Кого покрестить? Это самые лютые враги. По крайней мере, те, которые на моем пути были. Они под ногами путались. И, наконец, они добились, чтобы все передали им в руки. Я веду занятия много лет. 470 курсантов высшего летного авиационного училища города Барнаула. Они добились, чтобы меня оттуда высадить. Выше были. А почему? Вызывает меня, который курировал майор Мазур Николай Павлович. И говорит. К сожалению, Николай, это Игнатий Тихонович. Мы вынуждены вам отказать. Занятия вести. А почему? Потому что тут прошли совещания. Наш генерал сказал, что теперь другая обстановка. От патриархии пришло. В установлениях только могут работать священники по силовым структурам, как Дмитрий Смирнов. А там поставлен был Николай Бурдин по силам структуры. Ну, что я сделаю? Все тогда. Я говорю, ну они работать у вас не будут бесплатно. Им деньги. Да вы что? Я говорю, точно. И что интересно, кто будет биться? Николай Павлович Мазур с этой стороны, офицер. А там Николай Павлович благочинный у нас. Проходит неделю-две, мне звонят. Приходите вести занятия. Я говорю, что случилось? Ничего, говорит. Он только пришел, пришел священник. И сразу спросил у нас, а сколько оклад будет? Мы говорим, какой оклад? Ну, я занятия буду вести. А у нас Лапкин. Да не говорите Лапкин, знаю, там еретик, там ходят. Нет, он православный. А, нет. Он православный. Там офицеры стали ходить в церковь. А ему хоть все бы обратились к Богу, лишь бы ты ко меня свести. Им говорят, вот столько-то людей. У нас оттуда пришли. Сейчас Дьякон приехал, Чернов. Он, может быть, Владимир. Подошел, а вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, я же в авиационном училище был, вы были-то. И вот я пришел сейчас Дьяконом. Вот. Другой у нас был член в общине. К старобряцам ушел. Вот такое дело. А я им сказал, у вас будущего нет. Этому священнику. У нас аудитория прекрасная. Внимательные слушатели. Обстановка в аудитории. Можно все показывать. А вы за оплату. У нас нет денег лишних. Нет. Вот и ответ. Почему? Я однажды пришел так. А он говорит, к сожалению, сегодня занятий не будет. Тут артисты приехали из Москвы. И полтора часа тут показывали там свои номера. Ну, курсанты уже устали сейчас. Да и тем более еще полчаса, и у нас обед. Я говорю, ну давайте минут на 15. Ну, они меня завели. Ну, ладно, давай. Я стал говорить, проходит 15 минут. Полчаса. Он заходит. Курсанты. На обед. Да подождите вы. Никто не идет. Обед остывает. Да подожди ты. Почти целый час еще они сидят. Курсанты. Молодые ребята. Это что означает? Путь проложен к сердцам людей. И этот офицер посланный тоже стоит и слушает. Никогда не думал, что мои курсанты так будут слушать о Божественном. А я раздаю Евангелие, Новый Завет и прихожу, показываю, рассказываю. И про артистов забыли, что показывали, забыли. И это все видно в фильме, который снимают. Кажется, называется Златовский. Потеряйте. Я у них училище. И курсанты. Я говорю, с Богом вы герои будете. Без Бога ваша смелость бандитов сделает из вас. Этот фильм называется... Второе крещение Руси, может быть. Второе крещение Руси. Я раз выключил пустыни. Да, да. Да, да. Это Малашин-то, да. Вот такое дело. Так что прокурору вам нужно было подойти другими словами. Я вот показываю, где люди, знакомые. Все перешли. По разным сектам. Ни одного, почти ни одного нет. И притом люди очень большого полета, как сказать, знатные. Православие ничего не может дать сегодня. Приди, счастье исповелись и причащайся. То есть полная зависимость. Папа, а что ты ничего не знаешь? Вопросы. Да мне некогда. Да мне некогда. Вот она мне пишет. Адвентистка, 84 года. Инвалид 2-я группа по зрению. Пишет мелко, красиво. И только в одном письме почти 70 раз ссылку на Библию делает. Ну, на стенотарке, все. Я, говорит, так любила. Слушай, подошла. Отец Елеферия. Ну вот, мне охота узнать. Вот Матфея написано так. Он говорит, так, ты ходишь же, причащаешься. Да. Жертвуешь церковь. Ну, конечно. Что тебе еще надо? Раз, другой он меня отшил. А однажды звонят. Я открыла. Две молодые девушки стоят красивые, одетые прилично. И говорят. Вы хотите заниматься Библией, изучать? Заходите, дорогие мои, свидетели Ивовы. И она там. Ее уже не вернуть. Я зато говорю, если одна душа погибнет по вашей небрежности, попы, вам не хватит всей жизни загладить эту вину, ибо за ней умер Христос. А их миллионы погибли. Знаете, их попов. Как этот Солженицын пишет. И тут же эта пузатая сволочь председателя колхоза. Вот так. Все понятно. Я разговаривал с людьми, которые ушли. Что побудило вас уйти? Да ничего. Вас, может, обидели, как нет. Петр Мещеринов, игумен Данилов монастыря, Московский патриархат, пишет. Видишь, в юношу одного уж полгода нет. А потом увидел. А что ты петь и не ходишь? Так я к баптистам ушел. В баптистам. Ты что ж такой? Я любил слышать Слово Божие. Я к вам с вопросами обращался. Вы не отвечали. Я решил пройти все храмы Москвы. Нигде почти Слово не звучит. А там хоть как-то да проповедуют. Так оно и есть. Так оно и есть. Так что давайте примем это себе. А Игнатий, если проповедует, это лжемиссионер, лжепроповедник, лжестарец. Там еще что? Гуру. Зомбируют. То есть все, что они слышали, то сюда толкают. Белая братца, звенящие кедры. Анастасия. И все это летит ко мне. То есть попы опустошенные. И очень, и очень недалекие. И Кемеровская, и Пархия, и Турская. Они на меня все это годят. Но я вообще буду отвечать. Я их не знаю. Я знаю, что они верующие. Верующие этого делать не будут. А вот у них там устав такой. Говорят, зимой приезжать нельзя. Это такая власть. Это гуру. Это гуру. Гуру. Гуру это учитель. Ну, вокзала нет. Поезд ночью приходит. Зима. Что будет? Нашли двух человек замерзших в кустах. Что непонятно? Ему это не надо. Но он берет. И берет их с моих материалов. Если бы они были вредные, зачем бы я их публиковал-то? И берут с моих материалов. И против меня направляют. А что против-то? Там еще и нет против. Без согласования, что тебя никто встречать не будет. Ты замерзнешь. Ну, люди замерзли, которые не к нам шли, но оказались замерзли. Только весной вороны показали, где они лежат. Им это не важно. Я вам говорю, доводы. Мертвые люди. Не важно. Не важно. То есть, эти люди, лютые волки, не щадящие стадо. Я ничего не могу им добавить и дать. Вот приехали вы. А вы уже забированы. Вы такой же бесноватый, как Лапкин. У них ничего нету. Они сказать ничего не могут. Они больные не только головой, но душой смертельно больные. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. При таком отношении к людям в храм заходить нельзя. Надо на улице плакать, молиться. Быть отлученным может быть лет на 30. Как предатели-отступники. Вот ответ. Спасибо, Христос Игорь Николаевич. Все, пока. Слава Христу.